Первый звонок в этом учебном году прозвенит для 13 миллионов детей. До первых уроков осталось несколько дней, а пока время педагогических советов по всей России. Главная тема обсуждений – закон об образовании, который вступает в силу с 1 сентября текущего года. В рамках нового закона дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования. С одной стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с другой – повышение требований. Не секрет, что в последние годы у нас была полная вакханалия в реализации различных программ, учебных пособий. И дети, переходя из одной школы в другую, оказывались совершенно не готовы к тому, чтобы по какой-то новой программе, по какой-то другой методике осваивать предмет. Единая система для всех школ России должна привести к одинаково высоким результатам единого государственного экзамена. Проблема ЕГЭ была и остается одним из самых обсуждаемых вопросов в российском обществе. Однако альтернативы ему ждать не стоит. В новом законе об образовании форма ЕГЭ осталась. Более того, в Управлении образования рекомендуют анапским школьникам девятых классов выбирать экзамены в виде тестирования на специальных бланках. Относительно новая форма экзамена называется ГИА. Поскольку у нас единый государственный экзамен является общим для всех детей, то есть задания одинаковые по всей Российской Федерации, дети должны быть одинаково, хорошо и качественно быть подготовлены к этим экзаменам. Перед нашими учителями стоит очень серьезная задача создать условия для перехода школы на новые образовательные стандарты. Краснодарский край является лидером по уровню заработной платы учителей. Об этом заявил Александр Ткачев на августовском педсовещании. В сентября зарплата учителя в школе в среднем составит 27 тысяч рублей, а педагоги детских садов будут получать 20 тысяч рублей. Если сравнивать с регионами соседними, в Ростове учителя получают 23 тысячи, в Ставрополе 20. По словам губернатора, должны уйти в прошлое деревянные окна и дворовые туалеты. Школа должна быть комфортной, поэтому на модернизацию школ в этом году край дополнительно выделит миллиард рублей. В Анапе ремонт школы теперь будет не проблема директора, решать их будет специальная группа. О кардинальных изменениях во внутренней школьной системе сообщил Мэр Анапы на городском педсовете. Руководитель образовательного учреждения, он хозяин своего образовательного учреждения и отвечает за образовательный процесс и за поддержание жизнедеятельности. Как человек уверен, что он будет правильным, но отвечать за строительно-монтажные работы должны специалисты. Я перезакрепил заместителя, выделили в управление образованием ответственного человека, в муниципальном учреждении и в управлении капитального строительства полностью отвечать за эти вопросы. На таких педсоветах решаются проблемы разных масштабов. В Москве премьер Дмитрий Медведев на совещании подписал распоряжение для учителей всех регионов страны. Теперь педагогам, приобретающим жилье в ипотеку государства, будут возмещать часть затрат по кредиту. В Анапе 2 сентября в школы пойдут 17 тысяч учеников, 2 тысячи первоклассников. Более 100 образовательных учреждений должны быть готовы к работе. Глава города контролирует этот вопрос постоянно. Он посещает школы, детские сады, никого не предупреждая в своем приезде. Интересует его каждая мелочь. Не все проходят экзамены отлично. На улице то, что я увидел, тоже без спортивной площадки, современной и все остальные вопросы. Это одна из центральных школ города. Бардак поменьше. Очередь в детские сады – вопрос сложный, но решаемый. Им мэра Напа Сергеев занимается ежедневно. В течение этого года введут 835 дополнительных мест для дошкольников. В новом микрорайоне Горгейпе на Субсекском шоссе не прекращаясь идет стройка. Нового детского сада строится, который по современным технологиям. До конца года строители обещают его сдать. А это уже 250 мест для анапских ребятишек. 20 сентября у нас будет директор и главный руководитель. Так, менеджер. То есть садик еще строится, а руководитель уже будет. Обсуждают перед началом нового учебного года единое требование к школьной одежде. Минобранауки не вводят конкретных фасонов, единственная норма – это строгий стиль. Школьникам следует избегать символики неформальных молодежных объединений, однако форма может иметь отличительные знаки школы – эмблемы, нашивки и значки. Поэтому последние дни лета родители проводят за партами своих детей. Вице-мэр Людмила Гузенко, курирующая вопрос образования, заверила, что школы обеспечены всеми учебными материалами. Учебники должны выдавать детям бесплатно. Рабочие четрази – предмет индивидуального пользования – приобретать самим. Правда, учебников, а на их приобретение выделили 11 миллионов рублей, может все же не хватить. Мы наблюдаем достаточно серьезный рост учащихся, которые приехали из других регионов нашей страны, из других территорий Краснодарского края. И, соответственно, по некоторым позициям вот эти новые учащиеся не были учтены. В течение ближайших первых двух-трех недель и эти вопросы будут решены. Собрать ребенка в школу – дело хлопотное. Кроме учебников, покупать все же есть что. Одежду, обувь, рюкзак, тетради, дневник, канцелярские принадлежности и еще физкультурную форму. По словам родителей, средний чек на эти товары – 10 тысяч и выше. Каждый год в системе образования происходят положительные преобразования. Школы внедряют новые стандарты обучения и формы экзаменов. Но… Главным для ученика остается его учитель. На этом все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин